Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Многие люди не хотят платить налоги, и это понятно, никто не хочет платить налоги, но вот как получается, что мы все платим налоги, а богатые люди очень часто не платят налоги. Почему? Как они это делают? Они покупают акции для того, чтобы не платить налоги. Объясняю. Смотрите, предположим, вы покупаете акции по цене 1000 рублей за штуку, для простоты. Через год, что происходит? Через год эта акция, например, вы ее держите год, через год эта акция дорожает на 40%, и по этой акции выплачивается дивиденд в размере 10% от какой суммы? Ну, в принципе, от начальной суммы, как правило, примерно вложения считаются дивиденды. 10%, то есть 100 рублей на каждую акцию. Сколько налогов платит человек, который купил вот такую акцию? Выплачивается налог на дивиденды сразу в момент получения дивидендов. 13% налог на дивиденды. А вот, посмотрите, акция подорожала, она стала 1400 рублей за штуку, но вроде бы получился доход в 400 рублей на акцию, но этот налог с 400 рублей не платится. Почему? Потому что эта акция и сделка еще не закрыта. Теперь продолжаем это дело. Проходит еще год. У нас акция подорожала еще на 40%. Дивиденд, ну, предположим, по-прежнему 10% от того, что была цена на начало года. Мы получаем дивиденд, уже ничего не вкладывая, 140 рублей. Дивиденд повысился. Акция повысилась в цене еще на 40 рублей. И мы ничего, мы платим деньги, только налог на дивиденды. А вот с этого мы ничего не платим. А теперь давайте продолжим дальше. Акция стоит уже 2744 рубля. Наш дивиденд практически удвоился. И мы платим только налог на дивиденды. Это можно продолжить и дальше. Но, посмотрите, если мы вот здесь продадим акцию, то мы заплатим, вот, в первый же год мы купили акцию, через год продали. Мы заплатим налог со 100 рублей на дивиденд, и с 400 рублей это налог подоходный. Если мы продаем через два года акцию, смотрите, что происходит. Мы заплатим со 140 рублей 13% налог на дивиденды. И здесь мы ее не продавали, а вот здесь мы заплатим налог с 960 рублей 13%. Здесь ничего не поделаешь. Теперь посмотрите, мы держали акцию три года. Мы получили дивиденды за три года. 196 рублей на третий год. Налог на дивиденды мы заплатим. И мы продаем акцию спустя три года и один день. Что происходит? Смотрите, у нас акция стоила 2000 рублей, стала стоить 2744 рубля. То есть мы получили прибыль в размере 1744 рубля на эту акцию. Сколько мы заплатим денег, когда продадим эту акцию? Нисколько подоходного налога с 1744 рубля не берется. Почему? Потому что акция, давайте вспомним, что такое акция. Акция это доля в собственности компании. То есть это собственность. А по нашим законам, когда мы держали собственность какое-то время, машину, квартиру, все что угодно, включая акции, то если мы держали эту собственность в течение трех лет и не продавали, то при продаже налог на разницу в цене не берется. Вот какой секрет держат богатые. Давайте теперь посмотрим, что же можно сделать, какие еще могут быть варианты. Посмотрите. Вот предположим, я купил здесь 1000 акций. Посмотрите. Вот она, 1000 акций. Мы купили. Итого мы заплатили, мы заплатили вот столько денег. 1000 акций умножить на сумму. Вот на это. Мы заплатили вот столько денег. Мы заплатили миллион рублей. Через год что у нас получается? А через год получается следующее. Денег у нас уже. Вот столько. Миллион четыреста тысяч. И мы держим эти деньги. Вот. Продолжаем вот сюда. И дивиденды. Соответственно, мы получаем дивиденды не вот эту сумму. Это на одну акцию. А мы получаем дивиденды уже вот на количество акций. Посмотрите. Все намного интереснее становится. Вот так. Посмотрите, что получается. В первый год мы купили 1000 акций по 1000 рублей за штуку. Вложили миллион рублей. Через год мы получили 100 тысяч рублей дивидендов. У нас акции стоят миллион четыреста тысяч рублей. Мы докупаем эти акции. Давайте посмотрим. Мы докупаем. Дивиденды мы вложили в акции. И у нас уже 1100 акций. Да, все-таки вот здесь вот. Больше. Вот здесь вот. Плюс вот это. Плюс вот это. Вот оно. Мы дивидендов получили больше. Мы получили дивидендов 154 тысячи. И мы вкладываем еще 154 акции. Докупаем. Понимаете? И у нас уже дивидендов 154 акции. Мы все вложили в дивиденды. Что получается? Что получается? У нас уже 1254 акции. И у нас уже в сумме 3 миллиона 440 тысяч. Так вот. Через три года мы продаем, предположим, все наши акции. Сколько налогов мы заплатим. Посмотрите. Вот эти акции мы держали два года. И вот с разницы в цене на 154 акции мы заплатим налоги. В разнице в цене за 100 акций мы заплатим налоги. А вот за 1000 акций, которые мы держали 3 года, мы не заплатим. То есть, считается все. Три года мы должны держать акции. Как минимум 3 года не продавать, не покупать. То есть, смотрите, вот эти 154 акции мы купили самые последние. Не прошло трех лет, мы их продаем. Мы платим с разницей в цене. Вот. Богатые люди что делают? Они не продают акции. Они их только докупают и держат. Докупают и держат. Докупают и держат. И даже если он захочет продать на четвертый год какие-то акции, то он продаст сначала 154 вот этих, потом 100 вот этих, и потом уже часть продаст вот этих, с которых он уже не заплатит налоги. Вот почему богатые не платят налоги. И вот эти законы они как раз используют для того, чтобы не платить налоги. а получать очень хорошие деньги. Вы видите, здесь получаются практически сложные проценты. Люди, покупайте акции и не продавайте. Именно поэтому все финансовые советники говорят, что акции надо брать надолго. Я надеюсь, что вы поняли это. И возвращайтесь, пожалуйста, к тому видео, где я рассказываю о том, какие акции купить. До встречи!